Парни правила знаете. Внимательно слушаем мои команды. У вас три раунда по три минуты. Покажите красиво. А главное, честный бой. Руки дожали. По углам. Ох, ребята. Этого ждали мы, этого ждали вы. Естественно, этого ждали два парня, которые сейчас в клетке. Айди Абдурахманов и Юни Сабасов. Один представитель Зеленограда уже сегодня выиграл. Это Кирилл Вдовин. Но вот Юни Сабасов попытается сейчас как-то перехватить у него эту эстафетную палочку и тоже победить. И для Юниса это в несколько раз важнее, поскольку это финал. Финал второго сезона. Путь бойца. Очень грамотно всегда Айди Абдурахманов действует с точки зрения геймплана. Вот мы видим, начинает и внутренний лоу-кик, и внешний держится на дистанции. И вообще с точки зрения своих навыков, именно в ММА. Ух ты! Давайте потом закончим эту мысль, как контратаковал Юни Сабасов. Он очень опасен. Мы говорили в первом поединке сегодняшнего вечера, что Рома Мамедов такой своеобразный танк. На самом деле Юни Сабасов тоже самый абсолютно очень крепко сбитый. Да, не очень антропометрически, наверное, ему удобно действовать именно против Айди Абдурахманова. Но Юнис может контратаковать. Он может идти вперед, и он может прижимать к сетке. Тем более, что это бой по правилам смешанных единоборств. Три раунда по три минуты с ограничением в партере. Очень хороший лоу сейчас в исполнении Абасова. Еще и левой рукой попытался достать. Закончу я свою мысль. На мой скромный взгляд, Айди Абдурахманов один из самых комплексно развитых бойцов на этом сезоне. Именно с точки зрения ММА и навыков смешанных единоборств. Ну, а Юнис Абасов сразу же пообещал дойти до финала, и мы видим, слово свое сдержал. Да, смотрите, достаточно так неторопливо они начали, и вот сейчас уже вынужден Артур подбадривать публику, подгонять. И ребят в том числе. Они тоже прекрасно это слышат, хотя и сосредоточены на своем выступлении. Подбирается потихоньку Айди, но я бы не сказал, что Юнис дает ему это сделать. Сейчас отбивался двойкой Абасов. Ой-ой-ой, пропускает сейчас Айди Абдурахманов. Совсем забыл про защиту. Как-то увлекся. Да, неприятный эпизод для него. Через корпус попытался сейчас поработать Абасов. Ох ты, Айди ошибается снова. Очень много неподготовленных атак, видимо, у него. Или подготовленных, но при этом они очень умело контрятся Абасовым. Сейчас он снова подловил ногу и очень хорошо правой в корпус пробил. Почувствовал это Айди. У обоих было громадное количество проблем в течение сезона. У Айди были травмы, у Юниса тоже дерзкое поведение. Он, не скажу, что скандалил. Он что-то не поделил сразу с несколькими участниками. Ну, в общем, хватало таких моментов. Сейчас промахивается хайкиком Айди Абдурахманов. И, по-моему, показывает, что причесал своего соперника. Юнис гораздо более собран. Лоу-кик он пропускает. Да, передняя нога уже явно чувствует у Юниса все вот эти удары по внешней ее стороне. Классно обрабатывает и Айди. И мы помним, что было, когда Айди Абдурахманов встречался против Бату Дашиева. Отбил ему ноги. Снова контратака. Несколько секунд назад была от Юниса Абасова. Он очень опасен. Именно поэтому держится настолько далеко от оппонента Айди. Но он не рискует. Первый раунд завершен. Очень сложно отдать кому-то предпочтение. Наверное, в абсолютных величинах Айди попал больше. Но при этом Юнис попадал более акцентированно. И вот удары, которые произвели такой вау-эффект на публику, наверное, все-таки было больше у Юниса. Вот здесь классно подловил уже на выходе, так вдогонку. Выбил просто почву из-под ног соперника. И вот здесь пошел лучший удар. Хотя я бы не сказал, что он четко зашел за Айди. Он четко. И я боюсь, что Айди просто не выдержит его. Но при этом то, как он этот удар сдержал, это делает ему честь, безусловно. Отличное колено навстречу в исполнении Айди Абдурахманова. Да, у него огромное количество приемов для того, чтобы соперника удивить. Осталось только все их продемонстрировать. И самое главное, скрыть их таким образом, чтобы они стали сюрпризом для соперника. Многое поставлено на карту. Пока мы совсем не видим борьбы. Айди, кстати, очень неплохо борется, но Юнису очень сложно перевести. И это проблема. Забирает пространство Абасов. И вот, да, не успел я сказать об этом, как полез в борьбу Айди. Попробовал свои силы, но отличный спролл в исполнении Юниса Абасова. И мы видим, что поединок продолжается на ногах. Отбивается, отбивается. Айди буквально отбрыкивается ногами. Сейчас хочет дистанцию эту держать во что бы то ни стало. Правый оверхенд попал в парк. Правый оверхенд неудачный Абасова, хотя момент для контратаки был выбран здорово. Ну а после этого Айди уже попал сопернику в межножье. Это запрещенный удар. Но, конечно, сейчас санкций никаких не будет. Дмитрий Волуевич просто попросил быть поаккуратнее. Давайте смотреть на повторе, как же это произошло. Да, собственно, удар в пак был еще до того, как контратаковал Юнис. И мы видим, что поединок возобновляется. Поаплодируем Абасову. Не всегда просто восстановиться после вот таких попаданий. Я думаю, любой мужчина понимает, о чем я говорю. Заходит очень хорошо. И левая рука просвистела мимо, но при этом закончил комбинацию лоу-киком. И посмотрите, хай-кик. И еще и пошел вперед с этой комбинацией. Размашистый удар из права и слева в исполнении Юниса Абасова. Айди сейчас снова едва не попался. А вот сейчас попался. Проткнул буквально его защиту Юнис. Вы посмотрите, что творит Абасов во втором раунде. Я совершенно перестал силу экономить. Понял, что, наверное, опасности никакой пока. Удары Абдурахманова не таят в себе. И решил просто идти. Идти до конца. Уже, может быть, даже на все деньги. Хотя второй раунд и ровно середина сейчас, кстати, второго раунда. Это еще не тот момент, когда нужно идти на все деньги. Левым снова ударом по такой замечательной размашистой дуге достает соперник Юнис Абасов. А вот сейчас уже не достает. Придерживается своего геймплана Айди. Лоу-кики, фронт-кики, хай-кики периодически. Да, длиннющие ноги позволяют ему держаться на дистанции. Но позволяют ли они набирать столько очков, чтобы судьи отдавали предпочтение именно Абдурахманову на своих карточках. Хороший очень был миддл-кик. Но после этого прекрасный удар в контратаке. Лоу зашел. И мне кажется, подогнулась нога у Айди. Явно этот удар не пошел ему на пользу. Фронт-кик хороший. Реабилитируется Айди Абдурахманов. А вот сейчас провал. Но благо не попал Юнис Абасов. Благо, естественно, для Айди. И для тех, кто за него болеет сегодня. Подхватывает ногу соперника Юнис. Не спешит в партер лезть. Хотя у него, мне кажется, была возможность так быстренько сократить дистанцию и лечь сверху. Очень много лоу-киков в исполнении Айди. Это все чувствительные удары, безусловно. Но очень многие даже зрители, я знаю по собственному опыту, они просто не видят, какой ущерб приносят лоу-кики. И, соответственно, очень часто просто не учитывают их, когда мы говорим о победителе. Либо того или иного раунда, либо полноценного противостояния, полноценного поединка. Сейчас неудачная атака в исполнении Юниса. И причесал снова своим хайкиком. Мы знаем, что даже на высшем уровне вот такие хайкики, которые, казалось бы, попадают не чисто. Они способны потушить свет, они способны вырубить соперника. Какой бой, а? Сейчас даже можно немножко послушать углы. Вот здесь на контратаке Айди сначала попал справа, а затем словил. Удар уже правой рукой в исполнении Юниса. Вот он, как раз этот хайкик. Больше по инерции он зашел, а вот красивый момент. Да, вы посмотрите, едва ногу не сломал этим лоу-киком. Ну, я утрирую, конечно, немножко сломать ногу Айди Абдурахманову. Не так-то просто даже вот в этой позиции. Хотя лоу-кик действительно был опасный с этой точки зрения. Активный подсказ из углов. Но, опять же, здесь важно не перегрузить информацию. И бойцы не до конца понимают, где они находятся. Они в полубарьбе, их захлестывают эмоции. Тем более здесь атмосфера, я думаю, ни для одного, ни для другого. Незабываемая совершенно. И никто из них наверняка еще пока такой атмосферы на вкус не пробовал. Это финал. Финал второго сезона. Путь бойца Айди Абдурахманов против Юниса Абасова. Кто победит? У нас впереди один раунд. Три минуты. И победителем может быть только один. Посмотрите, как зал болеет. Причем я так понимаю, что очень много болельщиков. И у одного, и у другого. Айди уже традиционно начинает с лоу-кика. Скорее, обозначающего. Ух ты, сдвоенный джеб. Плюс еще удар справа в исполнении Абасова. И ответный лоу-кик. Сдвоенный лоу-кик с разных ног в исполнении Айди. Еще один. И вдогонку швыряет ему свой удар ногой Юнис Абасов. А вот сейчас можно попробовать побороться. Да, важный момент. Но Айди успевает скачать. Прихватывает его шею. Подгружает весом. Юнис Абасов колено вставляет. Ну что, будет душить? Пытается, пытается задушить стойки. Хотя нет, мне кажется, в этот прием не вкладывается сейчас уже Юнис. Айди пытается побороться. Абасов стоит. Но нет. Все-таки приземляется на спину. Шею до сих пор он держит. Но здесь уже ни о каком удушении речь не идет. Да, наверное, неприятно чуть-чуть дышать Айди. Но он сейчас выберется. А мы видим, что левое колено он ставит на живот своему оппоненту. Чуть-чуть затрудняя ему дыхание. Вот сейчас освободился. И смотрите, пытается работать в граунд-энд-паунде Айди. Один из важнейших моментов наверняка. Вот за счет таких эпизодов и забирают бои. Забирают раунды. А вместе с этими раундами забирают и поединок в целом. Ну, не уверен я, что это именно тот случай. 30 секунд уже позади. Поднимает Дмитрий Волуевич Юниса Абасова. И бой возобновляется уже на ногах. Половина раунда уже даже чуть меньше. До конца этого поединка. До конца финала. Хотя, кто знает, может быть и здесь будет экстра раунд. Нам это уже в сегодняшнем эфире не в новинку совершенно. О, какой джеб классный. Отойди. Вот его резкость. Его резкость, техника. Ух ты, фронки, которым неоднократно вырубали даже в UFC. Как красиво. И как его съел Юнис Абасов. Что за челюсть у этого парня? А вообще, на самом деле, у всех, кто сегодня выступал. Все три боя и во всех демонстрировали ребята, что челюсти у них очень крепкие. Я уж не знаю, из стали, из гранита. Может быть, из адамантии. Айди кружит сейчас. Немножечко разнообразил сейчас свои удары. Но скорее на очки Абдурахманов работает. Есть ли сила у Юниса Абасова для того, чтобы дистанцию сокращать? Вот сейчас он попытался это сделать. Было тяжеловато. Скорость все-таки Айди сохранил. Ну и реакцию, конечно, тоже. Оп, еще один лоу-кик. Вот Абдурахманова. Юнис гораздо меньше. Если он не может сократить дистанцию, это проигрыш для него. Проигрыш, как минимум, в этом раунде. Нужно, нужно собраться. И сейчас нужен штурм от Абасова. Увидим мы его или нет? Нет, буквально одна секунда уже и все. Судя по всему, сейчас будет гонг. Запаздывает у нас немножечко. Либо, либо, может быть, наоборот. Да, скорее всего, секундомер как раз шел вперед. Все, финал завершен. Хотя давайте не будем спешить с такими выводами, потому что у нас может быть экстра раунд. Айди уверен, что его не будет. Работает на публику. Через многое прошел в этом сезоне Айди. У него были травмы, даже не одна. Но всегда сохранял лицо. Очень достойный боец. Как достоин. И место в финале Юни Сабасов. Также очень достойный парень. Массирует. Сейчас пытается разогнать молочную кислоту. Забились ноги у Юни Сабасова. Трогательный момент. Да, финалисты обняли друг друга. У них нет претензий. Друг к другу они не враги. Но на вот эти 9 минут, а может быть даже и больше, сейчас мы это узнаем, они вынуждены стать врагами. Потому что финалистов двое, но победитель сезона только один. Сейчас мы видим, как здорово отработал в третьем раунде Айди Абдурахмана в граунд-н-паунде. И вот этот шикарный совершенно фронт-кик в стиле Андерсона Сильвы. В стиле Лиота Мачиды. В стиле, я не знаю, может быть даже Майкла Чендлера против Тони Фергюсона. Все это было на высочайшем уровне. В лучшем промоушене мира. И вот Айди Абдурахманов явил публике. Вот такой красивый удар здесь сегодня. Вы смотрите НТВ, Рутюб, в прямом эфире. До объявления победителя осталось всего несколько секунд. Парни показали нам супер зрелищный бой. Я честно вам скажу, я таких поединков не всегда, такие поединки не всегда вижу в профессиональном ММА. И парни сегодня показали, что уровень пути бойца на самой высокой планке. Извините, у меня зашкаливают просто нервы, эмоции. Такого поединка я не видел очень давно. Но я скажу вам одну философскую мысль. В любом поединке есть победитель и проигравший. Бойцы на центр. Прежде чем я объявлю победителя и Дмитрий Волуевич поднимет руку, я хочу еще раз услышать ваши бурные аплодисменты. Дайте шума! Сейчас объявится победитель пути бойца. И единогласным решением судей победу одерживает боец, внимание, из синего угла Айди Абдур Ахманов.